Теракт в Волгограде достаточно странно звучит и прозвучал, и при всей трагичности того, что произошло, следует отметить ряд, если не сомнений, то по крайней мере некого недоумения общества. Обычно террористы дают какую-то политическую декларацию, участвуя в том или ином мероприятии, оно должно быть на что-то направлено. Здесь очевидно совершенно по картинке, что это какая-то нелепая случайность. Насколько Волгоград был выбран какой-то точкой для реализации преступного замысла, можно говорить только с очень малой вероятностью. Сумасшедшие говорят, что это было приурочено к премьере Сталинграда, фильма Федора Бондарчука. Всякое может быть, но понятно совершенно, что он не совсем логичен. Более того, настораживает обстоятельства, которое стало достоянием гласности, а именно моментальной информации о том, кто сделал, моментальной информации о том, какие сообщники. Оказывается, их очень долго выслеживали и следили. Но если вы знаете, что эти люди действительно подвержены или привержены какой-то преступной идее, почему их не арестовать раньше? Почему не найти предлог? У вас же есть куча всяких вариантов. Вспомните, в конце концов, американский опыт, когда убийцу и насильника сажались за неуплату налогов. Подойдите к человеку, скажите, вы знаете, за вами числится 524 неоплаченных штрафа административно, 15 суток. Мы вас выясняем. Превентивных мер может быть сколько угодно. Этого не произошло. А сама по себе идея таскать за собой паспорт, она двояка. Потому что, с одной стороны, как бы человек, уходя из жизни, говорит, это я ушел. А с другой стороны, это сразу же позволяет вычислить все твои контакты, связи. И понятно совершенно, что ты тем самым, даже уйдя из жизни после совершения теракта, ты, тем не менее, даешь очень хорошую пищу для размышлений спецслужбам, которые обязаны твоих сообщников вычислить. А понять, что ты вращался в каком-то кругу, можно совершенно легко и свободно установить свою собственную личность. Поэтому я еще раз говорю, что в этой ситуации очень много непонятного настораживает некоторая поспешность в выводах, в равной степени, как и ситуация с этой самой злополучной базой в Бирюлево. Она тоже, к сожалению, стоит в этом же самом ряду, чересчур поспешного, чересчур помпезного, чересчур рекламного некого такого состояния самого события. И вот это немножко настораживает.